Всем привет! Расскажу вам про Viltrox 56-1.4, но это можно сказать повторный обзор, потому как этот объектив у меня уже участвовал в обзоре всех Viltrox 23, 33, 56 и 85 мм для кропа Fuji. У меня было уже такое видео, оставлю ссылку в описании. Но этот объектив я себе приобрел для себя, потому что тогда мне их одолжили для обзора. И хочу поделиться своим опытом съемок на этот объектив, то есть у меня уже есть замечательная комбо. По сути, на это можно снять все, что угодно. У меня есть 23 мм 1.4 и 56 мм 1.4. Два компактных суперсветосильных объектива для кропа. Это знаете на тему, о, на Fuji или на Canon M нет объективов. Ну что за чушь? Я считаю, что Viltrox совершили революцию в этом плане. Ну как, такую мини-революцию, потому что теперь у вас на кропы, на беззеркалке, по сути, любой системы, есть объективы, которые могут снимать все, что угодно, где угодно, при каком угодно освещении. Потому как 1.4 это вам не хухры-мухры. Но про 23 мм 1.4 у меня уже было видео, я его даже сравнивал с полнокадровым 35 F2.0. В общем, этот объектив я отложил в сторону. Единственное, что я хочу о них сказать, что они идентичны по размерам. И 33 мм такой же по размерам. И что удобно, что всюду одеваются одинаковые крышечки и одинаковый диаметр подсветофильтров. Соответственно, 52 мм. Я главным образом пользуюсь этими объективами для видеосъемки. И мне очень удобно перекидывать фильтры со всех объективов между собой. Кстати, сверху у меня XS10 и на нем 15-45 и там тоже 52 мм. У меня есть замечательный фильтр KF Concept Nano X Pro ND8-ND128. И такой фильтр реально перекрывает очень много задач. То есть я когда снимаю интервьюшки, мне очень понравился 56.1.4 для съемок интервью в помещении. Наравне, кстати, с фильтром 85.1.8, который сейчас стоит на Canon R5 и закрытый до F4, чтобы вот это все было в гриппе. Так вот, использование такого фильтра решает проблему выдержки на видео. Вот такие дела. Но оставлю ссылку в описании. Вкратце скажу, что фильтр хорош тем, что у него есть четкие стопы. То есть у вас 8-128, все по-честному. А не как у меня был фильтр из Амеи, где у вас нет никаких стопов. Там 2-400. И вы не понимаете, когда у вас начнутся кресты, что у вас будет с картинкой, то здесь все ровно и хорошо. Но эта штука стоит подороже. Так вот, касательно объектива. Давайте посмотрим его внешне. Здесь у нас металлический байонет, металлический корпус и металлическая бленда. Потому что, например, на Viltrox 85-1.8 бленда пластиковая. Где-то он у меня лежит. То есть металлическая бленда реально доставляет. И все это довольно компактненько. Здесь у меня Fujifilm X-T3. Цепляю его сюда и получаю такую вот пушку-бомбу. Фокусируются все эти объективы очень хорошо. Я об этом тоже говорил в своих предыдущих обзорах. То есть здесь установлены STM моторы. И на фото, и на видео у вас никаких проблем с ними не будут. Далее, что касается физического управления. Здесь кольцо диафрагмы без кликов. Что хорошо киноделом. Но фотографу, конечно, хотелось бы ощущать клики. Ну, это мелочь на самом деле. Потому что, учитывая параметры и все, что он дает, это реально крутой объектив. Кстати, у меня еще было видео, где я сравнивал его с Fujinon 56-1.2. И вот этот Viltrox. И на эту тему начинаются вопли в комментариях. Вот, хроматика. Начинают выискивать эту хроматику. Ну, слушайте, это идиотизм. На результат играет... Ну, на результат влияет освещение и того, что вы снимаете. Как и что вы снимаете. Хроматика на результат не влияет. Тем более, с таким, по сути, портретным объективом. То есть я вам скажу, что по поводу хроматики 23-1.4. Это широкоугольник. И здесь, кстати, он чуть-чуть хуже оптический. То есть он по краям на открытых менее резкий. И у него хроматика больше проявляется. И мне, как фотографу, ну, иногда это доставляло дискомфорт на 23 мм. Хотя я всё равно могу рекомендовать. Но здесь хроматика, ну, иногда может быть неудобна. Хотя на видео вы её вообще никогда не увидите. Я им пользуюсь на видео. И там эта хроматика вообще по боку. То 56-1.4 на открытой диафрагме она чуть-чуть есть. Но, опять же, погоды вообще не делает. Я вам скажу, что Viltrox 85-1.8, ну, мне показалось покруче даже оптически. Хотя это, ну, мне сложно сравнивать. Потому что там это на 45 мегапикселях, а тут на 26. Там я за счёт матрицы получаю значительно больше детализацию. Но, знаете, тут вот это сравнение 56 на кропе или 85 на полном кадре. Можно снимать отлично и на то, и на другое. На полном кадре прикольнее. Но вы об этом будете знать только если у вас есть этот полный кадр или есть оба. А если, ну, вот даже я, у меня есть и то, и другое. Но если я буду снимать, возьмусь с собой только 56-1.4 и не буду думать о полном кадре, мне всё будет нравиться. Хотя он чуть-чуть меньше размывает бокашечку, чуть-чуть, ну, чуть-чуть. Вот не надо даже обращать на это внимание, что он чуть-чуть слабее оптически, чем полнокадровый вариант. Потому что объектив 1.4, но сделать сложнее, чем 1.8. Но, в целом, он резкий и из всей этой линейки, я считаю, что один из лучших. Если брать линейку Viltrox, потому что у них на 23 мм, ну, края слабые до f4. То есть вам, чтобы на 23 мм получить хорошую резкость по всему полю, его нужно закрыть до f4. И это, на самом деле, ну, это в какой-то мере компромиссно. Что касается резкости на таких диафрагмах, вот я вам скажу, где она имеет значение, где она не имеет значение. Если вы снимаете портреты, ну, поясные или даже чуть-чуть крупнее, то она не играет резкости. Я бы сказал, что она даже вредит, потому что вы покажете все прыщи на лице модели. И вот, например, полтиник 1.2 каноновский, как раз для поясных портретов, просто офигенный. Хотя на кроп, я бы его не советовал одевать, потому что на кропе он реально на открытой мыльной получается. То этот объектив резче будет. Где нужна резкость на открытой? Если вы хотите снять какую-то на открытой диафрагме кого-то дальше. Например, вы захотите снять, ну, пару, еще не об этом оставить, в полный рост. Или человека в полный рост. То есть у вас уже будет детализация поменьше, и вам нужно будет, ну, там нужна детализация на открытой диафрагме. И я на этот объектив сделал, ну, мини-тест, сфоткал, табличку просто вдалеке. И она очень даже резкая получается. Но размытие, естественно, уже не такое сильное. Еще этот объектив иногда страдает в контровом свете. Причем бленда, ну, помогает совсем чуть-чуть. То есть появляются такие, ну, разводы типа а-ля медузы. То есть, знаете, чем отличие от родных фуджинонов? Фуджиноны, конечно же, круче. Не пропорционально стоимости, но в чем вы увидите разницу? Причем можно сравнивать любые фокусные, что 56, что 23, у меня есть эти обзоры. Фуджинон дает более контрастную картинку и лучше справляется с различными отклонениями, аберрациями. Я имею в виду сейчас не только хроматику, но если у вас вот контровой свет, если у вас какие-то сложные условия освещения, то на родной оптике там есть дополнительно дорогие оптические элементы. То есть они, ну, реально засунули туда более дорогое стекло, поэтому они дороже стоят. И в некоторых условиях вы это будете видеть. Ну, и общий контраст изображения там выше. Не резкость, а контраст. Здесь чуть-чуть ниже контрасты в некоторых условиях могут быть легкие засветы. Но не такие, как на старой мануальной оптике, когда у вас там просто вообще контраста нет. Легкие. То есть реально на полет не влияет. Поэтому, ну, на практике объектив очень хороший. И я вам скажу по поводу вот этой разницы, типа там Fujino, он еще какой-то на полном кадре там Sigma Art. Вот, типа, они круче снимают. Ну, вот эта техническая разница в технических параметрах, как они снимают, она не влияет на качество изображения. Гораздо важнее, что и как вы снимаете. Главное в этих объективах, что у них есть открытая диафрагма 1,4, что у них хороший автофокус, что они компактные, подкроп, без переходника. Вот, что главное в этих объективах. И поэтому я и раньше это говорил, и сейчас я буду продолжать рекомендовать эти Viltrox к покупке. Ну, давайте просматриваем, что там с качеством изображения. 1,4, видите, на Fujifilm. У меня сейчас открытая диафрагма. И изображение, я бы не сказал, что оно звеняще резкое, то есть оно, ну, просто изображение. То есть так, я бы сказал, что даже мягкое, если снимать кирпичную стену, особенно по краям. Ну, вот здесь нормальное, но не поражает воображение. Далее, на F2 резкости добавляется, на F2, ну, на F2 полтинник как полтинник. То есть вот уже такая картинка, в общем-то, окей везде. Далее, вот на F2,8 я уже вижу хорошую резкость, можно сказать, звенящую. Кирпичики здесь очень-очень хорошие. Далее, закрываем на F4, и у нас картинка прям очень звенит. И все прям круто-круто-круто на F4. Посмотрим на F5,6. Далее, пролистываю быстро это все дело. На F5,6, как и на любом полтиннике, вы получите просто отменную замечательную резкость. И на F8 у меня почему-то кадр переэкспонирован. Но тут понятно, что с резкостью все будет замечательно. И давайте по неиспадающей посмотрим. Смотрите, на F8 теперь у нас не стена, теперь у нас листики, ну, не листики, я говорился, ветви деревьев. Видите, на F8 детализация просто пушка-бомба, то есть можете снимать пейзажи. Хроматики нет, резкость очень высокая. Далее, на F5,6, в общем-то, то же самое. Очень резкий объектив при F5,6. Все прям круто-круто по всему полю кадра, везде хорошо. Далее, на F4 спускаемся. На F4 по-прежнему хорошее качество изображения, причем я смотрю сейчас края, и они тоже весьма резкие при F4. То есть картинка хорошая. Далее, при F2,8 края уже так себе. Но опять же, здесь веточки, здесь гриб, я не помню, знаете, по расстоянию уже сложно ориентироваться. Но хотя вот здесь нормальная детализация, то есть на 23 мм вилтрексе у него вот по краям, на 2,8 хуже картинка, чем здесь. Но, во всяком случае, разница. Вот скачок такой, чтобы не к чему придраться, был примерно с F4. На 2,8 послабее, но картинка нормальная, все равно хорошая. На 2,0 смотрим, например, с веточками. У меня такое ощущение, ну, у меня фокус, по-моему, где-то здесь. То есть здесь у нас уже гриб получается такой, что мне сложно судить, какие веточки в фокусе, какие не в фокусе. Но, во всяком случае, вот эти резкие, а те, по-моему, они просто ближе ко мне находятся, поэтому этот тест уже становится не совсем честным. А вот на 1,4, но у меня еще выдержка такая очень не кислая, на 1,4 мы видим, вот у нас хроматика, по поводу которой некоторые начинают выть и ныть. Да, она здесь есть на открытые дырки, но если вот не заниматься вот таким, как я сейчас занимаюсь, то на портретах я эту хроматику не замечаю. Ну, или если вы снимаете там что-либо крупно. Далее серия вечерних фотографий еще вам покажу. Смотрите, картинка на 2,8. Хроматики нет, все нормально. Резкость средняя, хотя здесь сколько у меня, 1,150, здесь не должно быть смаза. На 1,4 хроматики много, особенно вот на таком примере. То есть, объектив Viltrox 85-1,8 на полном кадре значительно лучше себя показывал. И вот у нас засветка от источника света. То есть, это те самые сложные условия, где будет видно, что с ним не все хорошо. Далее. Ну, а на 2,8 нет. На 2,8 у нас хроматики нет и не видно. Далее. На 2,0 вот у нас чуть-чуть светится вот эти вот свечения вокруг них. На 2,0 хроматические аберрации все равно присутствуют. 2,8, 2,0, а на 1 нет. Можем посмотреть, бокашечка какая у этого объектива. Бокашечка вполне себе приятная, прикольная, но у меня есть точно такой же кадр. Посмотрите обзор на Viltrox 85-1,8, кто не видел. И там будет видна разница, что 85-ка на полном кадре, ну, поприкольнее там это выглядит, поинтереснее. Ну, и здесь, в общем-то, хорошо. Если не сравнивать бок о бок, то все просто шикарно и отлично. Еще фотка на 1,4, и мы видим, что вот именно в данных условиях хроматические аберрации действительно досаждают. Вот это выглядит неприкольно. Но я бы закрывал объектив для таких фотографий, потому что на 1,4, ну, понятно, что будут некоторые нюансы. Бокашечка есть, она классная, с этим все понятно. Далее у меня есть серия джпегов. Здесь я снимал джпеги, а не в раве. Вот на 1,4 в реальных условиях. Ну, вот смотрите, уличный музыкант вполне резко выглядит. То есть, когда я снимал веточки, они были на 1,4, честно, так себе. У меня, кстати, здесь есть предположение, что этот объектив на бесконечность просто дает на открытой хуже резкость, чем на, когда фокусируетесь где-то в нескольких метрах от вас. Скорее всего, это будет вот так, как здесь снято. Кстати, 1,25, здесь сработал матричный стаб, потому что иначе срок был басмаз, потому что видно, что у него гитара в движении, она смазана, но микрофон и голова резкая. И это окей. То есть, это на XS10 я снимал, и сработал матричный стаб. При этом здесь было реально темно, человек стоял в тени, и я его даже переэкспонировал. То есть, здесь вот ISAT 2000, но, правда, выдержка довольно длинная, но этот кадр – это демонстрация того, что на этот объектив вы сможете снимать вечером. Ну, без штатива, можно и без штатива, но для съемки пейзажа все равно нужно закрывать диафрагму и брать штатив. Но, во всяком случае, светосила вам позволяет снимать вечером с рук, вот просто ходить и снимать. И, кстати, посмотрите, вот кадр на f1.x4, по сравнению с… Ну, а знаете, в чем нюанс? Что мы сейчас смотрим с вами шпек после внутрикамерной обработки. Ну, это тоже показательно, потому что многие люди снимают сразу в шпеке, и здесь на f1.x4 детализация значительно лучше, чем на моих тестах кирпичной стены и веточек. То есть, вот кадр, скажем так, из реального мира, где детализация на открытой окей, и хроматика, хоть она чуть-чуть просматривается, но реально на погоду здесь она не влияет. Далее, кадр общий такой, то есть, можно сказать, панорамный. Тоже шпек-файл, то есть, видимо, камера хорошо их обрабатывает, потому что рабы мне нравились меньше. И хорошая резкость, все круто, все на месте. То есть, я на f1.x4 сейчас снял реально пейзаж. Вот, f1.x4, 56 мм, и вопросов нет. Причем ISO 800, картинка довольно чистая. Ну, вот чуть-чуть хроматики, по поводу которой некоторые ноют и воют. Поехали дальше. Бакешка. То есть, на самом деле, вот на этой ярмарке с таким объективом я себя чувствовал, ну, просто отличным, потому что вы можете снимать всякие крупнички, но тут можно дополнить тем же самым 23, 1.x4, и чувствовать себя, ну, хорошо, потому что, ну, позволяя снимать без вспышки, и вы получаете довольно яркие, светлые кадры в условиях, где реально темно. То есть, ну, фотки выглядят светлыми, хотя на самом деле на этой ярмарке, ну, это ночью происходит, то есть, там света не очень много. Я вот сейчас смотрю эти фотографии, они мне нравятся значительно больше этих бессмысленных тестовых кадров, то есть, в реальных условиях он себя демонстрирует лучше, чем когда вы начинаете тестировать и искать какую-то хроматику. Ну, вот кадр. Резкость на 1.4, резкость просто сумасшедшая, резкость на 1.4, совсем не так, как это было на кирпичной стене. Вот столбики какие-то, то есть, ну, смотря что вы будете снимать. Ёлочка у нас есть. Обычно Эйшпеги не смотрю в тестах, но в этот раз решил изменить своему правилу. И смотрите, детализация очень и очень даже приличная, и бокашка, и светло, и всё хорошо. Вот такие вот дела. Мне лично очень нравится использовать такой объектив при съёмке интервью, потому как, так же, как и 85-ка на полном кадре, этот объектив очень удобный по фокусному расстоянию. То есть, вы можете снять человека по пояс с такого расстояния, чтобы и не вплотную к нему слишком подходить, и в то же время, чтобы камера не уходила, там, не знаю, на 10 метров от него. То есть, вы ставите там на расстоянии 2 метров камеру, и как раз для интервью в замкнутых пространствах, в помещениях, да и на улице, где угодно, очень удобно. То есть, вы ставите 2 полтинника, ну или 2,85-ки крест-накрест, и получаете крупные планы людей. Но можете уже просто ближе дальше подвинуть. И именно для съёмки видео, ну, я очень сильно заценил. Причём, диафрагма 1.4 с хорошим автофокусом позволяет вам, ну вот если человек будет туда-сюда двигаться, то камера будет за ним следить. И на Fuji автофокус будет работать, и всё будет нормально. И потому что у меня вот есть ещё полтинничек TT Artisan, очень хороший оптический, тоже рекомендую, но надо понимать, что здесь нет автофокуса, и это совсем другие пироги. Хотя я на него тоже снимал интервью, то есть у меня вот, например, интервью с Виталиком Корио про М50. На одной камере стоит Viltrex 85-1.8 с автофокусом, а на другой я взял вот этот полтинничек, потому что вот этого у меня на тот момент с собой не было, и закрыл его до f4 и тоже нормально снимал. То есть я себя снимал на мануальный объектив, Виталика снимал по-богатому на полный кадр. И, кстати, там это выглядело очень даже прикольно. То есть, в принципе, такие интервьюшки можно снимать и на мануальную оптику. Но если хочется объектив открыть и снимать всё-таки на 1.4, то понадобится автофокус. Но опять же, при том же интервью, если у вас сзади какая-то хрень, а это очень часто происходит, что вы приходите в помещение, ставите свет, но хочется ещё, ну как спецэффект, дополнить эту картинку, размыв задний план, при, в небольшом помещении. И как раз для этого очень хорошо подходит на кропе 56 1.4, ну или вот 51 1.2. Но 51 1.2 вы не сможете открыть на полную мощность, потому что человек чуть-чуть двинется, он будет сидеть в расфокусе, и это будет неприкольно. Поэтому он у вас превратится в 50 f4. Ну тоже хорошо, но 1.4 как-то повеселее по картинке. Ну и естественно, самое распространённое использование для такого объектива, это самый удобный портретник на кроп. То есть, знаете, я какое-то время назад был противником полтинника в качестве портретника, но надо понимать, что портреты бывают полноростовые, поясные, погрудные. Портреты, они все разные. И полтинник очень хорошо работает при поясных портретах, может быть чуть-чуть ближе, чуть-чуть дальше. Мне не нравится полтинник, ну полтинник для полноростовых портретов, хотя с другой стороны, в полный рост в помещении вы с другим объективом и не разгуляетесь. Но опять же, на фотосессии с Алиной в фотостудии GTST, могу вам показать пару кадров, там будут видны преимущества именно этого объектива, потому что с другим особо не развернёшься. То есть, если брать для сравнения 33 1х4 на кропе, ну тоже хороший вариант, тоже удобный в помещении, но так сильно отделять человека от фона он не будет. То есть, ну тоже нормальный объектив, но когда, ну вот у меня есть 23, есть 56, ну 33 уже брать как-то перебор. Тем более, что у меня есть мануальный 33 миллиметра, вот это Artisan, который тоже очень хороший. Ну и ещё мне нравится на этот объектив снимать себя здесь в студии, потому что сейчас я вот смотрю, как ковёр, не, ну ковёр в принципе размыт, но с таким объективом размытие получается ещё краше и прикольнее. Но теряются ещё щит руки, из фокуса выпадают тоже. Знаете, открытая дырка – это не панацея, ей нужно находить применение. И ещё раз напомню, что комбо 23, то есть 35 и 56, типа как 85, позволяет вам вот взять эти два объектива и, например, отбомбить любую свадьбу, даже в подъезде, или красивую, некрасивую, но любую. Потому что у вас есть с запасом светосила, у вас есть широкий угол, ну такой широкий, стандартный, можем сказать, 23 миллиметра, и у вас есть портретничек с удобным полем зрения. И всё это маленькое и компактное. То есть у меня, ну, кроп реально приносит большое удовольствие за счёт размеров. А если вы берёте, ну вот ещё приведу пример из своей практики, если вы берёте с собой несколько камер для съёмки того же интервью, то, ну, будет это полный кадр или кроп, для видео вообще не играет роль, освещение играет роль. Но зато у вас это всё маленькое, лёгкое, и это всё даёт бокашечку. Вот такие дела. Но у меня 23 миллиметра я использую для стримов, и если я снимаю себя возле компьютера, в замкнутом помещении, то есть мне нужно камеру поставить, ну, на расстоянии одного метра. И всё. Дальше просто места нет. То есть это у меня такой, знаете, стримерский объектив. Ну, или если я хочу снять обзор себя, на улице где-то поставить, ну, он удобен тем, что вы работаете с небольшого расстояния, и тоже размываете фон, отделяете себя от фона. Ну, не в хлам, а просто чтобы отделить и получить этот объём. То 56-1.4 он уже может размывать фон в хлам. И если у вас есть чуть-чуть больше места, но больше, на полтора метра больше, то картинка получается ещё более сочной. Так что вот такое комбо я могу тоже рекомендовать. Хотя я не сразу купил оба объектива. То есть у меня сначала было 23 миллиметра, потом я продал свою 35-ку на полном кадре, потому что, ну, дублирующие объективы как-то неинтересны. А теперь зато у меня дублирует себя 56 на кропе и 85 на полном кадре. Но, опять же, для съёмок интервью, о том, о чём я уже говорил, прикольная тема. То есть я ставлю крест-накрест R5 с 85-кой и какой-то из фуджиков с 56-1.4 и получаю пушку-бомбу. Ну, только третью камеру на общий план. Можно с этим, можно с фишаем. И тоже всё круто. Давайте я вам ещё покажу, как эта штука нафокусируется. А то я только говорю, а вдруг я вру. Как видите, фокусируется молниеносно, быстро. Я тебе скажу, что беззвучно. Никакого звука мотора, фокусировки здесь нет. Хотелось бы, знаете, переключатель включения-выключения фокуса на объективе. Но почему-то на кроп-беззеркалках, ну, такого практически нигде нет. По-моему, только на некоторых объективах Sigma я такое видел. А так это не положено. Ну, у Fuji есть свой переключатель. Но, знаете, вот у Viltrox, у полнокадрового, там есть вот здесь вот переключатель автофокуса, а у кропнутых нет. Но с этим уже придётся так и жить. На этом, пожалуй, всё. Подписывайтесь на мой Инстаграм. И заходите в описание. Там можно будет посмотреть, сколько на данный момент стоит этот объектив. Кстати, у Viltrox есть лимитированная версия таких же объективов, но красных стоит дороже. Но зато они красные. То есть, ну, понятно, что мы не просто так платим деньги. Я ещё с нетерпением жду Viltrox 13F1.4, который должен быть мега резким и дороже всех остальных. Но он должен выйти в феврале. То есть, вроде как в январе, но по факту в феврале. Вот такие дела. Всем пока. Продолжение следует...